друзья всем привет всем доброе утро я уже при параде собралась выезжаем и как я вам говорила в деревню время сейчас половина седьмого утра до половина седьмого 7 часов мы встречаемся встречаемся там в гальянова в районе там живет мой брат он в принципе недалеко со мной я туда поеду на своей машине потом машину там оставлю приедет до ира это канал баба тасс так что смотрите на ее канале тоже видео подписывайтесь к ней на не на нее на ее канал вот и туда там мы пересаживаемся на или эту машину она у нее побольше а вот и едем в деревню брату это почти рядом стул и город кимовск город кимовская деревня как же называется михайловские выселки вот едем туда я оделась сейчас покажу вот так отдела футболочку еще в заре покупала года наверное два назад или три даже назад покупала в зале вене там на заднем плане уже готов ждет не дождется вот джинсы надела кроссовки ну и с собой взяла шортики там сарафанчик ну что-то такое переодеться там вот так что уже при параде выхожу разделала новый маникюр вот такой красиво получилось и на ногах у меня тоже такой же цвет я вам показывала и на руках у меня и на той руке то же самое вот мне кажется очень красиво получилось хорошо винь ты готов к труду и обороне готов сынок сынок готов а ну все готов знать так я взяла рюкзак здесь мои вещи здесь там по сильное белье мы с собой еще взяли здесь все нужное все питание там ну и мы еще будем заезжать магазин но тоже кучу всего набрала вот очень короче две такие сумки сейчас почти потащу водичку пошел пить две сумки потащу и веню ну до машины дойти сейчас не прогуляемся быстренько еще и все и в путь дорогу настроение отличное все мы с венчик и сейчас погуляем сейчас он сделает все свои дела и садимся то что ехать нам далеко двести десяти километров по моему вот у нас в районе тихо все спят еще выходной день погода вообще чудесные жарко классно да еще хочу сказать что там куда мы едем в деревню связь там вообще плохая интернета там по моему вообще нет он там не ловит там связь теги любовит так что возможно сегодня видео еще выйдет я успею его опубликовать где-нибудь в дороге коротенько и то что мы уезжаем другие видео наверное уже выйдут какого числа 13 получается мы уже в машине вене как всегда вот так вот дышит он когда начинает нервничать он вот так вот дышит но он понимать что он правда обрадовался что мы едем что вместе а то обычно бывает что но не обычно а бывает что я его где-то оставляю но если какие-то дальние поездки уезжаю с виды с максимум он конечно переживает а сейчас переживает из-за того что ну едет понимать что далеко надо ехать он знает слово дача вот так что едем все в путь дорогу с богом ну вот я уже встретил с братом со своим жене иди сюда поближе всем привет вот он уже носит вещи у нас сейчас покажу сколько ждем ирку ждем ирку вот я уже к нему приехал сейчас расскажу что уже уже приключение у меня начались как всегда ну что я выехала я же знала что я еду сегодня без машины и что мы на иркиной машине и у меня уже как бы сработало то что я сумку стала освобождать думаю что поменьше места ну побольше места в сумке было в моей вот в этой вот в этой но я конечно выложила плаву парова всю вот эту вот корочку где у меня там все документы права все на машину я выложила просто вообще вот просто не подумав даже что я же до сюда должна доехать и сейчас я еду а у нас там балашки гаи все знают кто ездит балашки гаи поздай и всегда гаишники стоят ну и все я уже я прям выехал и вспомнил блин я права не взяла чё делать ночью делать я очень стала николаю годнику молиться ради бога пошла только чтоб я проехала ну и все проехал гаишников не было и здесь еще тоже где хроматрон завод тут тоже иногда гаишники стоит тоже не было слава богу все я припарковала машинку вот здесь у женькиного прям подъезда и в общем доехала слава богу но мне еще обратно надо будет потом также пересесть ира меня до сюда довезет пересесть и потом уже поехать чудеса дает наши вещи ну тут две рюкзак мой красная сумка моя это женька уже тоже набирает в деревню но все что ему нужно сейчас будем к ирке машину загружать так мы соединились все ира баба тасс она женька я веня все едем ехать сколько четыре часа написано 4 часа свою дорогу едем уже сколько мы едем 7 сейчас 10 уже давать 7 8 9 два часа уже едем и написано что еще три часа их ночью короче пробки по m4 просто гигантские хоть мы выехали рано но все равно дорога очень такая вся как мы выехали еще раз в смысле а как мы выехали рано рано конечно рано евгений евгений ну рано и женька-то надо было в 3 часа ночи вообще выезжать тогда бы было нормально 3 часа утра в общем едем в пробки тут остановились возле пончиковой решили но у нас есть с собой бутерброды пончики мы не будем покупать берем там сок кофе то что хочет вене пописал уже сидит присел тут наблюдает едем весело но пробки настроение нормальное едем круто весело я мужа в городе кимовске вышли на рынок купить кое-что кое-что это клубники клубника здесь по 350 рублей вот там ирка стоит где женька сказал что где-то магазин мясной здесь неплохой есть сейчас ему звоним он там остался возле другого магазина еще ему тоже надо зайти там какие-то детали или чертом купить вот и мы сейчас хотим фруктики здесь купить такой здесь небольшой рыночек город кимовск и отсюда потом еще нам останется ну минут 20 примерно до деревни ехали в общей сложности мы вообще так устали ехали 6 часов представляете 6 часов дороги просто вене тут уже от жары с ума сходит зашли в кондитерскую лавку вот тоже на рынке это все на этом маленьком рыночке так нам значит вот три штучки вот такие с яблоком мы возьмем 3 с яблоком так потом какие бы нам еще посоветовали только что а3 давайте штучки 4 рогалика штучки 4 рогалика здесь смотрите пряники тульские разные всякие подарочные красивые по 200 на сумке уже такие тяжелые даже еле тащу веню не повиня держит сейчас к чаю себе чего-нибудь купим тряники прямо на 150 200 вообще цены нормальные так такие вафельки с с этим с малиновым что нам очень много смотреть вафли а какие вкусные еще а это с чем начинки с гущенка чем-то с гущенка вот чем-то давайте давайте вот такие шоколадные стрички стрички с шоколадом или с чем они там еще раз как-то не сделано с каким-то добавление добавление да 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 я не знаю может всего наверное хватит но нож вот пару вот этих вафель что-то прям присмотрела я их нечего понравились пару вафелек еще я веню кричит короче все мы уже сели машину и буквально через 20 минут будем в деревне наконец-то вот все закупили все что надо сейчас приеду все покажу что мы купили дорога такая у нас очень длинная получилась но мы уже в доме здесь конечно настоящий деревенский дом и тут еще много надо делать ремонта поэтому так покажу вам слегка но мы что первым делом конечно мы приехали открыли бутылочку венца и сейчас махнем немножко здесь есть телевизор есть оказывается вай фай представляете вай фай да здесь вай фай есть сейчас вай фай сделаем вот так что вот такой вот домик то есть все вот таком понимаете да все прям деревенский деревенский дом деревенский мы тут сейчас пока по-быстрому будем наводить порядок закусим выпьем а это снимаешь давай ага так и сейчас здесь есть настоящая такая древняя старая печка старая но она так видите такой все вид здесь конечно здесь есть второй дом в котором тоже начали делать ремонт но он пока еще тоже не доделал то есть здесь вот видите потолок то здесь еще в процессе здесь окна но мы приехали здесь пока видите ничего окна пластиковые стоят сейчас будем убирать мух сайт сколько здесь мух здесь надо наводить то есть порядок мы с иркой будем спать здесь здесь тоже есть телевизор есть маленький холодильник есть вот такая вот современная печечка вот хороший такой здесь уже крышу такую хорошую сделали мы сырой будем здесь вот аженька будь в той комнате в общем вот так вот так здесь такой предбанечек предбанечек здесь тоже здесь кое-что сделано кое-что нет потолки прям низкие вот вот потолки представляете ну вот в таких мы будем условиях находиться евгений евгений разливает не нормальный хороший теплый дом мы пришли здесь уже приехали уже теплый ну конечно здесь до соседи здесь классные уже в гости нас пригласили так что а это еще вот свалите видите такие старые старые окошки еще старенькие такие деревянные привет привет есть вай-фай ура ура это не олег делал олег по моему крест олег да олег еще бабушки подарил да да представляешь господи вообще обалдеть я когда-то в детстве я помню я сюда приезжала я спала вот на этой кровати вот на этой она этой не может быть и на этой но стояла вот в этом месте я здесь спала я точно здесь спала я вот это помню хорошо так так что мы сейчас будем начали уборкой чуть не совсем смысле не всасывает но подожди он что твой фай шлю работает у женьки на спросить как работает что-то надо может нажать в общем короче мы ребята вот сейчас видите все вот такой сейчас будем приводить все в порядок все в порядок я занимаюсь ирка занимается комнатой я занимаюсь вот здесь мы сейчас пока все здесь сложили вот она баба от аста худенькая стройная пошла пошла ой довольны вените гуляй гуляй сыр женька пошел в туалет нам прокашивать дорожку я даже не зайди туалет из честно ну сами понимаете он мужик вот здесь он один и надо ему помочь и мы сейчас прием я сейчас взялась за холодильник сейчас от мой холодильник налила в тазик у нас таки спарцан спартанские здесь условия ну крови не отличная я мы сейчас дверь нами тоже 10 мой в общем пусть их мы будем мыть приехали отдыхать но будем мыть но мы все вместе будем совмещать и отдыхать и женьки надо помочь так что все сейчас наведем ему тут по-женски порядочек потом покажем вам что у нас получится какой порядочек как мы тут более-менее еще хочу будет косить здесь участок кстати очень огромный посмотрите какие огромные пионы посмотрите какой они величины вот они я не знаю но они метр с лишним наверное то есть вот такие огромные возможно они распустятся сегодня завтра ну завтра может быть вот так что мы еще домой пиончиков наберем еще вот здесь тоже пиона вот они может быть он ушел к соседям так что у них еще участок вот такой вот огромный туда огромный огромный дом такой ведь он такой старый-старый деревенский дом там есть чердак наверху зря-старый деревенский дом истина вот 2 истарый нефится Друзья, мы первый раз набираем воду, сейчас будем кидать. Серьезно? Серьезно? 25 метров. Давай, давай. Вот так. Правда? Да, да. Жень, вы можете забирать? Ну и как? Пробуй, а то учимся. В сельской жизни. Нет, Жень, мы сами. Учимся? Давай, давай. Сиди, да, так. Сиди, да, так. Сиди, да. Сиди, да. На то. Сиди. Сиди, да, 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 да. Уй, эй! Ха-ха-ха-ха-ха! Вау! А теперь переливаем, да? Нет, нет, нет. А, не надо держать? Сиди, послать, чтобы забрелось. Вот, беру зарядку, переверну. И переверну. И переверну. Все? Все здесь точно. Вот она, друзья, сельская жизнь. Какая есть. А тут фильм снимаем. Художественная. А я тут стою своим сезем. Художественная. Художественная. Вот она, друзья, сельская жизнь какая. Ударила руку прям вообще. Как бы с него не знала. Ты держишь ее рукой. Она идет, идет, идет. Ты скорость контролируешь. Она падает в воду. И дальше начинается уже поднимать. Она тонет ведро. Ну да. Но я первый раз такая опускала по чуть-чуть. А сейчас я что-то раз и все. И рука прям вон. Я тебе покажу, как она начинается. Смотри. Вот, когда нужно, я остановлюсь. А занозу посадить? Здесь нет занозы. Нет занозы? Ну я пустой поднимаю. Из воды так. И вот я вот такой, видишь, цепь добавлял. Чтобы она ложилась рядом друг с другом. Вот. И сама. Так что, друзья, во всем нужна сноровка, смекалка, тренировка. Все. Руку сбила себе. Убилась. Вся, ну, воды набрала. Какая прелесть. Друзья, я чего хочу сейчас делать. Хоть комаров вроде не очень много. Я взяла вот такие вот палочки, которые я привезла еще из Шри-Ланки. Разрезу картошку. Разрежу сейчас так напополам, чтобы она стояла. И зажгу палочку и так поставлю. И будет аромат приятный. И отпугивает комаров, мух всех. Так что вот этим хочу сейчас заняться. Ну как заняться? Мы сейчас заняться. Вообще мы будем чем заниматься? Мы сейчас будем жарить шашлыки. Не жарить шашлыки, а мариновать. Так. А первым делом я вот хочу сделать вот это. Так. Где эта палочка? Вот она. Вот. Сейчас вот так, видите, поставлю. вот так на тарелочку. На одноразовую. Так. Спички надо найти только. Веня тут уже хозяйничает такой деловой. Веня. Веня вообще деловой. Уже тут лает у кошек всех, уже петухов всех, кур разогнал. Жень, ты видишь, ее я делаю? Это, знаешь, это вот на Шри-Ланке вот так отгоняют комаров, мух. Вот эту вот вонючую палочку. Я знаю, вонючую палочку. В ганге продавались. Да, в ганге продавались. Во-первых, пахнет сейчас будет хорошо. И во-вторых, будет у нас это самое отгонять еще этих. Вот поставим сейчас сюда. И пахнет тут приятно. Ой, наш глаз или нет? Ну, почти перестало. Перестало у нас побольше. Ну все, мы сейчас шашлык будем делать. Да, и еще он часа два-три помаринуется. Да, и как раз потом. Будет вполне достаточно. Я шаман, шаман. Женька ржет надо мной. Они ржут надо мной. Мне стоит немножко выпить. Чуть-чуть выпила и все. У меня все слова меняются. Я все слова говорю как-то странно, как-то по-смешному. Ирка тут уже вообще просто уже бегает. Говорит, я в туалет побежала, я не могу. Она ржет надо мной. Я все слова коверкаю. У меня непонятно, что получается. Ну, смешно все получается во всем случае. Так что, сейчас вот моем здесь курочку. У нас будет филе куриное, шашлык. Филе куриное. Потом у нас будут ножки куриные. Вот. И у нас здесь свинина немножко. И немножко, наверное, ребер достанем. Немножко вот таких рёбер. Рёбрышки где он маринал? Ну, он хочет рёбрышки тоже. Немножко рёбры швинина. А, вот это, где-то ребра. Вот ребра он хочет. Да, давай все это замаринуем. Хорошо. Я говорю, вот сделала. Видишь, я картошечку и пошел все, аромат. Вот. Хороший, да? И от помарухи, и от этого. Я говорю, сейчас будем медитировать. Подписываемся на Яндекс Дзен. Мой канал называется... Мой канал называется «Москвичка. Жизнь в большом городе». Ну, кто не знает, то вы узнаете сейчас от меня это. Да. А её это Ира, канал «Баба Атас». Называется «Баба Атас. Моя подруга». И канал на Дзен у тебя как называется? «Городская жизнь с Ириной Мелкой». «Городская жизнь с Ириной Мелкой». У неё тоже на Дзене есть. Заходите. Там на Дзене мы в основном здесь, если мы такие влоговые каналы рассказываем, что-то интересное, что-то показываем, то там у нас в основном, ну, в основном, да, больше как бы шопинг. Магазины, шопинг, да. Стараемся шопинг выпускать. Вот. Так что мы маринуем шашлык. Потом покажем вам, что у нас получилось. Отдыхаем супер. В спартанских условиях. Ну, нам всё нравится, вообще супер. Мы тут всё перемыли уже, перечистили. Ну, в общем, всё отлично. Так что будем дальше отдыхать. С уборкой, наверное, в следующем видео я уже покажу, чтобы не было длинным видео, покажу, как, что мы тут навели порядок и что мы делаем дальше. Всем пока. Будем отдыхать.